Добрый вечер! Тема нашего разговора, то, о чем сегодня пойдет речь, в общем, не самая веселая, но довольно злободневная, я бы сказал, даже набившая оскомину и в большой категории граждан, вызывающую злость. Я объясню, почему. Мы сегодня будем разговаривать о мигалках и спецмашинах и постараемся выяснить, что это такое на самом деле и как-то докопаться до истины. Не знаю, насколько это удастся. Речь будет идти о том, насколько это нужно. Это действительно служебная необходимость или, в общем, привилегия, принадлежность к касте великих. Речь идет о спецсигналах, естественно, на легковых машинах. Я думаю, что мы затронем тему и спецслужб, и пожарных, и милиции. Но, наверное, каждый понимает, про что идет речь. Поэтому я с удовольствием представлю вам наших гостей. Особенно, наверное, их представить не надо. Те, кто хоть как-то интересуется этой темой и следит за ней в сети интернет, знают эти фамилии, знают этих людей. Известный адвокат, человек, который вот к этой тематике имеет самое полное отношение после того, как случилась авария на Ленинском проспекте. Игорь Леонидович Трунов. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. И еще один человек, который находится справа от меня. Это Кирилл Щитов. Самый молодой, насколько я понимаю. Судя по... Самый молодой депутат Московской городской думы. Человек известен в соотношении с нашей темой тем, что был назван личным врагом общества «Синих ведерок». Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Вам придется сегодня отдуваться... Ну, я не хочу сказать за всю чиновничью братью. Ну, поскольку вы представляете хоть как-то категорию вот этих людей, то уж извините. Речь о машинах на дорогах, которые мешают водителям. Ну, или не мешают, раздражают, не знаю. Может быть, которым тесно в общем потоке. Это встречная полоса, это полоса там разделительная. Многие, наверное... Вот все машину водят, да? Я сейчас не буду рассказывать вам очевидные вещи. Представляете, про что идет речь. Я просто хочу начать, Игорь Ильич, немножечко с истории. Все, чем вы занимались по делу на Ленском проспекте, Оля Александровна, вынесен приговор. Она признана виновной. Некая несправедливость. Ну, понятно, что никто не поверил в то, что действительно женщины, которые погибли в этой машине, могли быть виновны. Это такая фатальность, когда кто прав... Тот прав, у кого больше прав. Или все-таки сейчас можно говорить по скриптуму о том, что дело не закрыто. Ну, когда вы говорите, вы говорите, базируясь на законе, а закон у нас очень слаб в этой части, поэтому... Вы адвокат, вы должны эти дырки знать, как никто другой. Поэтому то, что вы говорите, не соответствует действительности, я бы поправил, и оно как раз остро не соответствует действительности. Поэтому, когда мы говорим лозунг, да, все должны быть равны перед законом. Самый большой вопрос к закону, понимаете? Вы говорите, вынесено судебное решение. Нет, никакого решения и быть не может. Это в части погибшего водителя. И у нас каждый год погибают 30 тысяч человек на дорогах. И их в основном признают виновными. Так проще. Одно так проще. Другое законно это предусматривает. И он не соответствует Конституции в части того, что есть презумпция невиновности, которая говорит, только суд может признать виновным. И здесь как бы скользкий момент. Человек ведь погиб, ну как же его признавать судом, виновным? Но есть последствия для третьих лиц, да. То есть для родственников погибшего и ответственность материальная ложится на имущество, которое остается в наследство детям-сиротам. И также бремя возмещения вреда ложится. Поэтому как бы вот этот вот институт ответственности материальной, он говорит о том, что все-таки даже в этих ситуациях это должно быть судебное решение, а не следователь в тихомолку, в одиночку выносит какое-то решение, которое по сути обжаловать нельзя. То есть вы можете обжаловать по форме, обжаловать действия без действия должностного лица, но по сути нет. То есть доказательства рассматривать нельзя. И поэтому вот эта ущербность нашего закона, одна из ущербностей, а их много. То есть если мы возьмем дорожное движение, то там сплошные дыры и пробельности. А куда Конституционный суд у нас смотрит? Вот сейчас и договорю до этого момента. Хорошо. То есть на каком этапе сейчас находится дело. То есть мы обратились в Конституционный суд, и Конституционный суд принял эту жалобу. И сейчас на этапе подготовки рассмотрения того, что многие нормы уголовно-процессуального законодательства не соответствуют Конституции. И мы также обратились в Европейский суд, потому что наше законодательство не соответствует Европейской конвенции по правам человека. Поэтому говорить о том, что дело закрыто и дело забыто, ни в коем случае нельзя. Потому что мы на основе этого прецедента должны исправить наше законодательство, которое касается огромного количества граждан. Потому что это не только ДТП. Если мы возьмем авиакатастрофы, то вы знаете, последние три авиакатастрофы, я их вел и веду еще до сих пор, пермское дело не закрыто, списываются на погибшего летчика. И дело в суд не попадает, доказательства не разбираются, надлежащим образом состязательности нет, и еще целый спектр нарушений несоответствий Конституции. Поэтому вот эта ущербность закона, которая говорит, если человек погиб, его следователь в одиночку признает виновным, и на этом все, это несправедливо, это неправильно, это не соответствует сегодняшнему Конституции, международному нормам права. Поэтому точки нет. И говорить о том, что состоялось судебное решение, вообще нельзя, потому что судебного решения не было. Ну, это вносит хоть какую-то надежду на то, что вот в головах-то все равно остается осадок, причем поскольку дело имеет широкий резонанс, мы говорим сейчас... Это прежде всего вносит надежду в то, что мы исправим наше законодательство, и тогда вот этот лозунг о равенстве перед законом, он сработает, потому что прежде всего, прежде чем говорить этот лозунг, надо закон совершенно иметь, и тогда говорить о равенстве. А если закон дырявый и написан под чиновника, понимаете, то что только вот этого равенства? Да, это Бог. Кирилл, вот я просто прошу вас, ну вот хочется всегда информацию из первоисточника услышать. Мы говорим о, ну я не знаю, хулиганами их не назовешь, нарушителями движения, пожалуй. Я сейчас даже не об обществе синих ведерок, в общем, а о тех, кто, ну скажем так, без пардона ведет себя на дороге, пользуясь тем, что у него проблесковые маячки на крыше стоят синего цвета. Каким образом случилось так, что вот синие ведерочники, которые, ну, народ относится довольно двояко, хотя многие симпатизируют, чего скрывать? Вот назвали вас своим личным врагом. Хотя вы не есть, это смигалка, насколько я понимаю. Да, у меня нет мигалки, наверное, надо у них спросить, почему они решили, что я их личный враг. Да, мне, например, вот я про них редко вспоминаю, только вот когда, допустим, на каком-то эфире меня кто-то спросит, да, и все. Получилось очень просто, я ехал в субботу сам за рулем. Не в рабочий день? Не в рабочий день, я ехал за рулем лично, но я ехал на мероприятие, да, просто, ну, я могу и в субботу, и в воскресенье пользоваться служебным автомобилем, но я стараюсь в выходные, там, ничего страшного не вижу в том, чтобы поехать за рулем самому. И когда я ехал в Москву по Можайке, вот, в то же самое время проходила акция «Синих ведерочников», и вот из-за того, что они собрали на въезде в Москву в районе УМКАДа большое количество участников акции, образовалась пробка. Я в ней просто стоял 45 минут, вот, ну, и как бы выразил свое отношение к их действиям в Твиттере, так же, как и любой водитель, стоя в пробке друг друга, награждает разными... А, то есть, не будь у вас значка, все бы, в общем, сошло на тормозах. Да, то есть, ну, надо же понимать, что, естественно, движение, которое позиционирует себя, как борцы... Засправедливость. ...борцы с чиновниками, если почитать их сообщество, можно там увидеть трехэтажные выражения в отношении первых лиц государства, да, то есть, вот, они себя так представляют, конечно, им выгодно какой-то конфликт с представителем власти. Друзья мои, я просто хочу сказать, чтобы вот эту историю завершить, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Кирилл, ну, в общем, я думаю, что нормальная реакция нормального человека, который выражает свое отношение к людям, которые создают пробки, в которых стоят тысячи водителей, он их козлами назвал, и, в общем, собственно говоря, они обиделись. Да, но, чтобы совсем завершить, я просто хотел объяснить. Значит, вот 45 минут я просто стоял в пробке, ну, и кроме меня было еще полно водителей вокруг, которые не участвовали в этом флешмобе, в этой акции, да, я думаю, тоже, как и я, были недовольны. При этом на том же самом Кутузском проспекте, ну, что, греха таить, его же перекрывают для проезда президента и премьера, да, и иногда еду, я тоже попадаю в то время, когда Кутузский проспект перекрывают. Вот его перекрывают пятнами, и максимум стоишь вот в этом пятне минут 10. А тут 45. А тут 45. Вот и вся разница. У нас есть звонок, звонок, насколько я понимаю, из Тюмени. Добрый вечер, вы в эфире, говорите. Да, да, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, 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 вы слышите меня? Я вас отлично слышу. Как вас зовут? Скажите нам, пожалуйста. Александр меня зовут. Саш, говорите. А, значит, я вот такой вопрос, ну, может быть, немножко такой туповатый, ну, по крайней мере, хотелось все-таки на него ответ услышать. Значит, вот согласитесь, да, вот, насчет мигалок, да, вопросы, да? Да-да-да, мы вас слушаем очень внимательно. Да-да, вот, значит, те же самые машины, да, которые касаются, там, ну, не знаю, там, газооборудования и так далее, они что же с мигалками гоняют, правда ведь? Вы сейчас о тех машинах, которые по улице рассыпают соль. Ну, то есть газ, который перевозят, ну, понимаете, да, с желтыми, да, вот этими фонариками. Ну, мы говорим о синих мигалках, собственно говоря. Ну, я понял, что это не в этом дело, там, вообще в правилах прописано все одинаково, по большому счету. Пропускать должны вообще на самом деле все. Я понимаю насчет синих мигалок. Нет, конечно, да. А вот сейчас мы этот вопрос переадресуем, наверное, все-таки Игорю Леонидовичу, и мы говорили о том, что мы все-таки коснемся спецтехники и цветов мигалок, машины, которые занимаются своей работой. Я сейчас даже не беру во внимание легковые машины. Это машины, перевозящие взрывоопасный груз, они снабжены мигалками. Это машины скорой помощи, ну, по-моему, тут ежу все должно быть понятно. Штрафуют за непропуск автомобиля скорой медицинской помощи, и слава богу, все умнее будут. Что в законе вот говорится? Есть какое-то разграничение между цветом мигалок или все о том же, все одинаково? Нет, разграничения есть. И понятно, что вот здесь классика, когда благими намеренными вымощена дорога в ад. То есть, прикрываясь вот этими благими намерениями, такими, как скорая помощь, спецслужбы, которые спешат выполнять неотложное задание, террористический акт произошел, еще ряд крайне необходимых для нашей жизни спецмашин и спецслужб, и спецсигналов, и спецпропуска. И вот под это подныривает целая группа чиновников, которым, в общем, спешить некуда, понимаете? Поэтому это там Росалкоголь, Росметео, всякие строители. Росалкоголь? Ну, в общем, на три листа. На три листа. Я с собой специально взял этот список, если хотите. Если точнее, 996 машин. Да. Определенных законов. Определенных постановлений правительства, да, и закрепленных за конкретными должностями. То есть Росалкоголь – это та организация, которая… Я сейчас не готов говорить про Росалкоголь, я знаю цифру, что их 996. Но я бы хотел ответить на вопрос слушателей про цвета. Значит, есть разные цвета. Синий проблесковый маячок, красный проблесковый маячок, желтый проблесковый маячок, белый проблесковый маячок. Значит, желтым проблесковым маячком оснащены аварийные службы, машины. И он включается для привлечения внимания водителей, да, то есть эта техника едет медленно, да, это просто в целях безопасности. Безопасности водителя. Включенный желтый проблесковый маячок не является обязательным, то есть не является требованием для представления преимуществом дороги. Что касается белого проблескового маячка, им оснащены машины инкассаторов, и они должны включать белый проблесковый маячок в случае нападения. Так написано правило дорожного движения. А синие проблесковые маячки и синие с красным мимо оснащены, соответственно, машины различных служб ГАИ, милицейских, скорая помощь, пожарные. И вот 996 машин, это то, что называется, ну, можно сказать, машины чиновников. Ну, в этой же цифре находятся и машины спецслужб. Вот это на всю страну. К спецслужбам вопросов-то меньше. Я, если можно, вот все-таки конкретизирую быстро. Игорь Ильич, а мы сейчас сделаем еще проще и понятнее для зрителя. Давайте сделаем вот как. Мы подготовили сюжет к этой программе. Я вот просто хотел сделать это сразу, но как-то уж очень у нас прямо вот разговор плотно задался. Давайте посмотрим сюжет вообще о мигалках, которые сделали наши корреспонденты. И продолжим разговор как раз вот с вашего списка. Давайте посмотрим. Государство – это я. Это мнение оказывается не только одного Людовика XIV. Практически каждый чиновник в России придерживается точно такого же мнения и втыкает на крышу персоналки синий маяк. В нашей стране, увы, не модно никуда не спешить. Если торопишься, значит, ты очень важная персона. Если стоишь в долгих многокилометровых пробках, значит, ржавый винтик в государственной системе. Многовековое «посторонись» – это наше русское изобретение. Тот же Людовик, встречая на дороге отару овец, вежливо ждал, пока овцы пройдут. Русское знать предпочитало пускать в ход кнут. И сейчас ничего не изменилось. Западные правители предпочитают не выделяться. Наши горделиво кричат «посторонись» уже с помощью спецсигнала и синего маячка. В интернете был размещен документ, выложенный предположительно сотрудникам крупной страховой компании. По этому документу за последние 13 месяцев знаковые персоны попадали в ДТП 218 раз. 30 раз в некрасивой ситуации оказывались машины с мигалками. В распечатке приводятся сведения по автомобилям с номерами серии АМР и АОО за 2010 год и январь 2011. Но не все герои дорог попали в СМИ. А вот полк предпрезидента Гарри Минх тоже угодил в этот список страховых выплат. Правда, уже не по январскому случаю на Рублевке. В октябре иномарка Минха врезалась в «Шевролет», вылетев на встречную полосу. Однако автоинспекторы признали виновным обычного водителя Дмитрия Дубова. Впоследствии суд отменил это решение из-за многочисленных нарушений. Но повторное рассмотрение не сдвинулось с мертвой точки. По этому страховому случаю Минху выплатили 160 тысяч рублей. Всего же за указанный в документе период показка отстегнули 8,5 миллионов рублей. Минху выплатили 160 тысяч рублей. Я хотел выделить только то, что у меня... Странные пункты в этом списке. Да, странные пункты. То есть, Росалкогольрегулирование, Росрыболомство, Росрезерв, Росреестр, Росстат, Роспатент, Росводоресурсы, Роснедра, Роспечать, Ростуризм, Рослесохоз, Роструд. На трех листах, понимаете, это все. Поэтому, куда Рослесохоз спешит с мигалкой, какие выполняет неотложные служебные задания... С Рокоролем понятно. Вопрос большой. У нас есть просто звонок, давайте попробуем ответить. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, Москва. Говорите. Ну, часто езжу, и вот каждую поездку обязательно встречается несколько, а может быть, ну, одна-две из этих 996 машин. Ну, то есть, явное впечатление, что их не 996, а намного больше. Ноль прибавляйте смело, я вот только перед эфиром об этом говорил. Слушайте, ну, я отвечу тогда. Сейчас, подождите секундочку, на линии вы еще? Я просто хотел спросить, были какие-нибудь инциденты у вас лично, раз уж вы нам дозвонились, вот с... Ну, постоянно сзади, ну, да, сигналят действовать на нем. А, нервы великая вещь, надо беречь. Спасибо, что позвонили. Ну, я, во-первых, немножко хотел бы снял сюжет, прокомментировать. Там просто были моменты, которые вот лично мне слух резали. Первое, это то, что каждый чиновник ездит с мигалкой и куда-то спешит. Но это не так. Только в Москве федеральных чиновников 50 тысяч, а мигалок 996 на всю страну. Это первое. Второе, по поводу публикации якобы сведений, якобы страховой компании «Росна». Ну, понимаете, ну... Заметь, мы не называли компанию. Я назвал ее компанию, я называю компанию, да, то есть в интернете было сведение, что это сотрудник компании «Росна». Но пока ни управление делами президента, ни «Росна» не подтвердили информацию. И, ну, понимаете, можно, конечно, как бы... Конечно, это популярно, да, вот сказать, что вот столько аварий. Это интересно. Это интересно обсуждать в блогах, там, в разных сообществах. Но реально, я просто люблю доверять фактам, а не домыслам. И любой человек может войти в интернет, что-то написать, это подхватили и выдали за действительность. Но на самом деле это не так. То есть не верят всему, о чем пишут. Конечно, официальных подтверждений этому нет, и поэтому, ну, просто не хочу, чтобы люди верили домыслам. И последнее насчет того, что мигалок не 996, а больше, я считаю, что это задача уже наших правоохранительных органов выявлять нелегальные мигалки. Вот я недавно прошел рейд. Ну и сколько выявили? На Кутузском проспекте. Я не знаю, сколько выявили, но я видел, как при мне и штрафовали, и скручивали мигалки. Сколько штрафов за мигалки? А у нас, по-моему, за мигалку... Вы знаете цифру? Нет, там наказания нет. Нет, есть штраф. Пальцом нагрозить. А если не хорошо. Понимаете, вот здесь мы подошли к самому скользкому моменту. За незаконное. У нас звонок, чтобы сейчас не держать на телефоне. Здравствуйте, вы в эфире говорите. Очень оживленная беседа. Меня зовут Виталий, я из Подмосковья. Да. Я работаю в энергетике, обычным водителем, оперативно-выездная бригада. Вот как началась эта борьба с мигалками. У нас были мигалки, просто синие маячки, без всяких звуковых сигналов. А сейчас на пожар мы проехать не можем. Все мигалки поснимали. Пожарных поснимали? На проводении МГИ, ну, раз, просто на пожар едешь. Газовые службы оставили, а мы, получается, на хвосте сидим, в пробках стоим так же. Проехать не можем. Машины пожарные, оперативные? Не-не-не, энергетическая компания, почему здесь пожарные-то? Нет, я говорю, мы выезжаем на пожар, пожарники не могут тушить, пока мы не отключим свет. Ну да. Не обесточим объект. И получается, стоят пожарники, тушить не могут, а мы шуруем. Через полчаса он раз приезжает. Зато Росалкоголь у нас ездит с проблесковыми маячками, им гораздо важнее. То есть, пока не выпьют, видимо, не поджигают. Спасибо, что позвонили. Миклина Ильич, вот вы начали говорить по поводу ответственности. Это абсолютно ключевая вещь. Поэтому тот человек, который звонил, он абсолютно прав. То есть, то, что по закону предусмотрено около тысячи маяков, это не соответствует действительности, потому что их гораздо больше, потому что это безнаказанно. То есть, тот небольшой штраф, который на сегодняшний день есть, и то, что этот маяк снимают, если обнаружат, что он незаконно, это никого не наказывают и никого не дисциплинируют. Поэтому, естественно, что любой чиновник может повесить себе этот маячок. И вот эти рейды, в основном, они выглядят по-другому. То есть, едут депутаты Государственной Думы, и когда останавливает сотрудник ГИБДД, ему или выкидывают документы, или объезжают, или я видел ситуацию, когда депутат Государственной Думы, оставляя своего водилу, выезжает, вызывает другую машину и уезжает. То есть, плевать хотели абсолютно, понимаете. Поэтому вот это поведение людей, наделенных властью, то, как они ведут себя по отношению с сотрудниками, особенно когда он говорит водителю, выкинь ему документы, он потом мне привезет в Думу их, понимаете. Так и привозят, вот все, фишка. И привезет. Почему? Потому что машина зарегистрирована в Аторе, а это спецДПС и никуда не денется. Это спецтрасса Кутузовский, поэтому как бы там специально обученные люди, и поэтому там однажды или дважды сам начальник ГИБДД страны, бывший, когда Федотов стоял и под телекамеру демонстрировал то, как вот он там пытается что-то делать. Почему? Сам. Потому что другой никто себе позволить это не может, понимаете. За два дня до того, как стать депутатом Федерального собрания. Как вы уже выяснили. За два дня, как уйти. Мы в сторону сейчас уходим, потому что... Нет, просто если взять Кутузовский проспект, да, просто проблема-то мигалок, она гораздо шире, чем то, о чем мы говорим. То есть мы начали с чего? Что мигалки раздражают водителей. Как можно... Ну, мягко говоря, да. Мы с этого начали. Если бы они не нарушали, то просто бы раздражали. Но Кутузовский проспект весь состоит из резервной полосы. И там мигалка на Кутузовском водителям никак не мешает, потому что она идет по отдельной полосе. Она не может мешать водителям на Кутузовском. Товарищи ездят еще по МКАДу, товарищи ездят по третьему концу. Мы сейчас говорим о Аспе. Кирилл, я бы хотел еще другой пример привести. Вопрос от телезрителя и продолжим. Хорошо, здравствуйте, вы в эфире говорите. У нас очень живлены сегодня здесь. Алло, говорите. Алло. Да-да, там у вас слушает. Владимир из Москвы. Вот такой вопрос по поводу номеров с мигалками. То, что не один раз в Москве встречал абсолютно разные машины с одним и тем же госномером и мигалкой. Вот как можно прокомментировать ситуацию? Конечно. Ну, машины же заменяются, конечно. А госномер, они как реликвия? Нет, ну как. Возьми с нас. Ну, знаете, госномер закрепляется за конкретным ведомством, за конкретной должностью. Одна машина, там, произошла смена автопарка. Номера переходят на новые поступившие машины. Бюджетные деньги, вместо BMW купили Audi, вместо Audi Mercedes. Ну, понятно. Я вот что хочу сказать. Мы говорим о мигалках. 996, я думаю, что запомню надолго. Сколько их должно быть? Вот вы, как человек, который сталкиваетесь с самыми плохими последствиями мигалок на дорогах, я вот хочу задать вам этот вопрос. И, Кирилл, тебе как, наверное, человеку, представляющему, ну да, выбранную, но власть. Да? Кто первый начнет отвечать? Вот, вот уже. Давайте я начну. Сколько должно быть мигалок в России? Я все-таки. У вас есть готовый ответ? Я считаю, что две. Нет, скорая помощь, пожарные, спецслужбы. Все-таки, ребята, давайте палку не перегибать. Я имею в виду легковые автомобили с затонированными стеклами. Как правило, немецких марок. Спецслужбы тоже на таких ездят? Ну, окей. Хорошо. Давайте так, у каких ведомств? Ну, Росалкоголь, я теперь буду когда покупать спиртное в магазине, за мигалку. Это будет первый тост, наверное. Я скажу, что я бы даже лишил, а у нас все ветви судебной власти наделены мигалками. Это тоже удивляет. Почему? Потому что куда судья Верховного суда на мигалке это едет, абсолютно непонятно. Он кабинетный работник. Он в суде должен сидеть, понимаете? Поэтому я считаю, что, конечно, кроме спецслужб и вот этих скорой помощи и пожарных, никто не может пользоваться вот этой привилегией. Даже судьи Верховных судов, и арбитражного, и конституционного. Потому что, как бы, ты судья, сиди в кабинете. А президент и премьер-министр? Я думаю, что, конечно, они должны пользоваться. Они имеют право. Причем полное право на это. Это тут даже обсуждению не подлежит, понимаете? Просто под это здорово попадают все остальное. Я бы начал с Москвы. Среди московских чиновник мигалки есть только у двух лиц. У мэра и у спикера ЗАГС Собрания. У спикера Московской городской думы. Все, больше ни одного московского чиновника нет мигалки. И ни один московский чиновник с мигалкой не есть. Это я могу лично подтвердить. Зато есть машина сопровождения. Я считаю, кстати, что спикеру как раз можно было бы и снять. Он кабинетный работник. Мэр, понятно с ним. Спикер не кабинетный работник. Спикер как раз лицо всей представительной власти города. Вы сейчас о ком говорите? О Платоне, Владимир Михайлович, нашем председатель. Это председатель Московской городской думы. То есть тот человек, который законы должен принимать. Тот человек, который депутатская работа не только из законотворства, но еще и из представительских задач. И вот в Москве два человека есть с мигалкой. Что касается в целом по стране. В Москве есть с мигалками гораздо больше. Я говорю сейчас про московских чиновников, а не про федеральные. Чиновники Мосгордумы всего двое. Не Мосгордумы, а в целом и правительство Москвы, и Мосгордумы. Только у двух лиц. И я считаю, это абсолютно объективно, абсолютно обоснованно. Латуного снять. Второй момент. Второй момент. По всем, по федеральным чиновникам. Я думаю, что процесс, который идет в стране, то есть говорить, что власти закрыли глаза на мигалки и не занимаются, и не волнуют проблемами, конечно, это не так. Во-первых, уже прошла волна сокращения количества мигалок. И мы вспомним, конец 90-х годов, там мигалка была, ну не знаю, даже на Запорожье. Я думаю, что это наследие, я думаю, что это все болтовня, которая должна начинаться. Я закончу. Поэтому сокращение, я думаю, дальнейшее сокращение должно быть. Кстати, руководитель управления делами президента Кожин, он об этом заявил, что будем дальше пересматривать и сокращать вот этот список 996 еще больше. У Кожина 10 мигалок. Президент, да. С себя бы начал. Может быть, начнет. У премьер-министра, да, это вопрос не только оперативной необходимости, но это еще и вопрос обеспечения безопасности тоже. Дальше надо смотреть по министрам, у кого действительно могут быть ответственности. Чьей безопасности? Вот я только хотел спросить. Государственных лиц. Дальше надо посмотреть по министерствам, действительно, по ведомствам, у кого бывает оперативная необходимость. Опять же, плохой пример, негативный, но теракт. Туда едет не только милиция, туда едут еще и чиновники, ответственные за этот комплекс, в том числе транспортники и так далее. То есть надо вот это смотреть в момент. И последнее. Им бы до того туда поехать, порядок навести. Нужно ограничивать, наверное, порядок использования мигалок. Вот здесь я согласен, допустим, утром и вечером, то есть по дороге на работу и сработать. Это разрешить или запретить утром и вечером? Утром и вечером человек не должен пользоваться мигалок. Такую меру, потому что, например, условно говоря, вот у него рабочий день начинается, там, в 8 утра, допустим, в 9 утра. Ну, он же знает, что он в 9.00 должен быть у себя в кабинете. Ну, значит, он может заранее выезжать, да? То есть здесь можно спланировать и вечером. Это мы знаем, что он может заранее выезжать. И вечером. Но в течение дня действительно бывают оперативные совещания и оперативных конецов. Чиновник вынужден быстро куда-то доехать. Дайте на звоночек. Ответим. Человек давно держит телефон. Добрый вечер. Вы в эфире говорите. Здравствуйте, меня Сергей зовут. Да, Сереж, простите, что так было. Значит, я сразу бы хотел бы сказать, чтобы не задерживать вас. Вы знаете, я очень часто выезжаю за границу и непосредственно глядя одну картину. Вот господин депутат перечисляет какие-то, что московские депутаты ездят из мигалок. Но он забывает, что они ездят на пенсерии, это раз. А в других городах, как это в принципе заключаются депутаты и городского собрания, и другие депутаты, они ездят, как обычные люди, даже в метро. Вы можете представить картину, чтобы люди, которые осуждают всех, сидя, поехали в метро? Я езжу на метро. Какие проблемы? Вы ездите на метро? Да, я езжу на метро. Я вам расскажу. Я знаю, что часто это удобно мне. Вы знаете, вы знаете. Расскажу сейчас по поводу метро. Значит, ситуация, произошедшая с нашим редактором, в общем, практически из первых уст. Человек очень долго работал в команде министра транспорта, который, наверное, в вашем списке там пункт номер один. Там это даже не несколько мигалок, это свиты мигалок. Ну, видимо, человеку действительно очень надо. Я, господин Левитин, ничего личного не имею. И пришлось столкнуться с действующим, я подчеркиваю, с действующим министром культуры ФРГ, ну, Германии, который приехал навстречу на метро. Это ныне действующий. И когда ему задали вопрос, как долго вы в Москве, он говорит, как госпожа Меркуль распорядится, значит, так я и вернусь на родину. Можете представить, чтобы министр культуры Российской Федерации ездил на метро? В Берлине? Во время командировки в Берлин, например, да? Я так понимаю? Ну, я думаю, что там они тоже этим не балуются. Но я сомневаюсь, что он ездит, если во время командировки в Берлин, что он там ездит с мигалкой. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Ну, по крайней мере, не на метро уж точно. Откуда вы знаете? Ну, я... Мы же этого не знаем, мы можем только додумывать и фантазировать, правильно? Отличного мнения о министре культуры Российской Федерации. Убеждены, что в заграничных командировках он передвигается исключительно на общественном транспорте и метро. Возможно, вполне. По поводу заграничного опыта. Вот, если есть у вас, я просто могу свои наблюдения сказать, но это не так будет интересно. Я хотел вас, как специалистов, в рамках сегодняшней темы спросить. Везде вот так же мы начали говорить о том, что это может быть наследство... Я предположил, что это может быть наследство СССР со времен Леонида Ильича. Вот такое количество мигалок. Мне ребята в гараже особого назначения рассказывали, как появились машины-рассекатели, когда Андрей Андреевич Громыко попал в аварию. Из-за того, что на Рублевском шоссе, где была одна полоса, выехал москвич, вот каблучок, совсем старый, везущий крышки от банок для консервирования. И машина охраняемого лица врезалась на огромной скорости в этот каблучок. Естественно, водитель погиб. От каблучка не осталось ничего, кроме крышек, разбросанных в нескольких десятках метров по дороге. Вот именно с этого дня придумали, не знаю, ввели машину-рассекатель. Машина, которая идет в километре от колонны и убирает автомобили с дороги. Потом появилось две полосы на Рублево-Успенском, это уже при Михаилу Сергеевичу. Но вот мы говорим сейчас, или там хотелось бы услышать, что происходит на Западе, вот с мигалками. Я, например, этого не видел. Вот, может быть, я не там ездил, не туда смотрел, не знаю. Вы в Италии были? Да. И не видели там мигалки? Ну, полицейские видели. Я очень много видел мигалок на машинах чиновников. Итальянские машины, на которых есть итальянские чиновники, очень много. Рено, по-нашему. Ну да, там Ланча, в Италии. Очень много мигалок в Риме. Был два года назад. А с чиновниками? Кому положено, кому не положено. Вот таких тонкостей не изучал список итальянских. Мосгордума перенимает опыт, там, я не знаю, Римской городской думы. Это хорошо. Мосгордума переняла опыт, я сейчас говорю, вот, отвечая на тот комментарий, у депутатов, еще раз, Мосгордума, нет мигалок на машине. И наши автомобили никаким привилегиями, вот мой служебный автомобиль, никакой привилегии на дороге не поездил. Я лично дважды оплачивал штраф, который приходил, камер, за превышение скорости, да, и лично оплачивал. И так, это нормально. Столичный городоначальник имеет возможность вносить в федеральному собранию государственного дома предложение на рассмотрение, как он сделал с увеличением штрафов, насколько я помню. Ну, штрафы за парковку во втором ряду, за парковку, которая мешает передвижению инвалидов, мы внесли эту инициативу, она пока не нашла отклика. В федеральном парламенте пока не рассмотрено. Да. У нас есть полномочия, конечно, мы имеем право вносить предложение, как субъект законодательной инициативы. Давайте, после звоночка, чтобы людей не держать на проводе, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Добрый. По поводу Италии могу сказать. Чаще всего на этих лянчах написано «карабинея». Вот. А по поводу всех мигалок могу, ну, это частное мнение, Сергей Москвой, извините, не представился, частное мнение, что мигалка есть признак государевой службы или государственной службы, как хотите. Так вот, мне бы на самом деле не хотелось, чтобы премьер-министр или первое лицо государства ездили с мигалкой, потому как это функция, мигалка – это функция сервиса, это функция службы. Всегда их сопровождает кортеж. Да они и служат народу. Всегда их сопровождает кортеж. Пускай кортеж будет оборудован мигалками, поскольку это специализированный действительно транспорт. Но если газовая служба выдвигается по срочному вызову, если милиция выдвигается по срочному вызову, если пожарная по такому же вызову и скорая помощь, да, они должны быть оснащены мигалками, несомненно. А вот чиновники, чиновники, они обычно, их приезд на рабочее место запланирован, их приезд на место приема к высшему должностному лицу запланирован. Будьте добры, планируйте свое рабочее время в соответствии с московским трафиком. Спасибо большое за звонок. Вот я двумя руками согласен. Вот это мнение народа. Чтобы понимать массовое мнение, я просто хочу вам еще показать опрос, который мы сняли на улицах города. И, значит, дабы не был наш телезритель одинок, давайте посмотрим, что говорят люди про мигалки и про то, как они сталкиваются с ними на дорогах. Пожалуйста. Я отрицательно к ним отношусь, потому что половина спецсигналов, их не должно быть на этих автомобилях. Автомобили со спецсигналами должны быть у кого? У милиции, у пожарников, у скорой помощи. Без них никуда. Скорые все равно надо побыстрее проехать, я считаю, в первую очередь. Я не понимаю людей, которые не пропускают скорые помощи. Ну, некоторые, конечно, этим пользуются. У нас страна такая. А много есть этих, которые просто насилуют водителей на дороге. Невозможно по той простой причине, что все равно будет преобладание таких машин. Если они ведут себя прилично, а, как правило, я такие именно и встречаю, то нормально отношусь. Но видела хамство, не так давно проезжая по Рублевке, два раза мне примерно на том же месте, где недавно вот это ДТП с Минхом было, выехала на встречу, за спецсигналом на встречку машина, в наглую, на глазах у поста ДПС. Ну, все как обычно. Посмотрите на дорогу. Большая дорогая машина приоритет всегда имеет. Ну, я бы хотел сказать, вот главное, то, что нас волнует, и в чем здесь зерно. Не в том, что ездят ли на Западе с мигалками или нет, а о том, что наше законодательство дает карт-бланш мигалке. То есть, что бы ни случилось, ДТП, да, он всегда прав, потому что все остальные обязаны уступить, и если не уступил, то, значит, ты виноват. Поэтому ДТП со смертельным исходом, чиновник с мигалкой всегда прав. Вот это закреплено в законе, и вот это недоработка законодателя, которая не конкретизирует вопрос выполнения неотложного служебного задания, которое дает вот этот приоритет. То есть, едет ли он на ликвидацию террористического акта, или едет он на день рождения и на обед. Понимаете, в законе это никак не конкретизировано. И, конечно, мы ждем от наших депутатов наведения вот здесь порядка. Поэтому дьявол зарыт в мелочах. Подождите, в мелочах в том, что, не в том, что мигалок много, или о том, что карт-бланш у них есть, о том, что они могут нарушать, они могут давить, они могут убивать, и им за это ничего не будет. Вот о чем идет речь, вот где зерно. Понимаете, а не в том, что, знаете, вот он проехал и нам мешает. Трупы тех, кого мы хороним, вот основная проблема, как мне кажется. И в том числе и вопрос уголовного кодекса, когда ДТП со смертельным исходом можно закрыть мировым соглашением. То есть, тот, у кого есть деньги, может всегда уйти от ответственности. Это неправильно, понимаете? То есть, ДТП, погибло два человека, денег дал и свободен, понимаете? Это неправильно. Поэтому, конечно, у нас назрело достаточно большое количество поправок в действующее законодательство, которое нормализует ситуацию, которое не будет давать всегда, ночью или днем, пьяному или трезвому, да, с мигалкой водителю карт-бланш на убийство, на нарушение, да? Сейчас как это формулируется в законе, необходимость использования мигалки? Она регламентирована временем? Или вот вы говорили, если какая-то формулировка... Она регламентирована одной только фразой. Выполняя неотложное служебное задание, которое никак не конкретизируется, потому что у нас есть судебная практика Верховного Суда. Доходило несколько дел до туда, и ничего из этого не получается. То есть в законе не определено, куда он едет и что это такое должно быть. Поэтому вот если бы наш законодатель конкретизировал, что да, есть вызов, есть скорая машина, и я еду, и вот у меня документы, разговора нет, да? А если этого вызова нет, если ничего не произошло, ты едешь на обед, то, конечно, нужно жестко наказывать. И в том числе нужно наказывать жестко за несанкционированное использование этой мигалки. Потому что, как правило, у этого Росалкоголя по закону одна мигалка, а в гараже их штук 10 стоит, понимаете? Поэтому те мелкие штрафы никого не дисциплинируют. Поэтому основной вопрос к нашему законодателю, но он-то тоже пользуется этим благом, конечно, расшевелить его придется нам с вами. Я вот сейчас пытаюсь... Ну, я тоже отвечу, что да. Сейчас давайте ответим на звонок и продолжим эту тему. Прокомментируем ту тему и перейдем к слову. Это недолго. Насчетно слушать только одного гостя, его ответ на вопрос. Тогда извините нас, повесите еще чуть-чуть, пожалуйста. Насчет пользования привилегий, еще раз повторяю, у меня нет мигалки. Вот лично. Про вас вообще никто ничего не говорит. Вы-то тут при чем? Вы не тот законодатель, который может нести федеральный закон изменения. Насчет того, что в законе... Ваш уровень слишком низок, чтобы говорить о федеральном законодании. Кстати, мы не будем говорить о низости уровня, да, партия права дела стремилась, когда вы, насколько я знаю, в Московской Дерине возглавляли на этот низкий уровень Мосгордума. Меня незаконно сняли, и сейчас это в европейском суде, понимаете. Но не попала в Думу, но стремилась. Кирилл, продолжайте по поводу мигалки. Третий момент. Правила дорожного движения определяют порядок использования спецсигналов. Да, там они записаны. И четвертый момент. Говорить, что он всегда прав, тот, кто с мигалкой, тоже некорректно, потому что по каждому факту еще проводятся служебные проверки внутри ведомств. Только в тех случаях, которые стали известны широкой общественности. Только в тех случаях, когда произошло ДТП. Которое произошло ДТП. А и последний момент, что насчет того, что в гараже Росалкоголя одна положена и там, и в гараже 10. Я вот просто лично не был в гараже Росалкоголя, не могу не подтвердить неопроверенность. Я предлагаю Росалкоголь просто не трогать, это святое ведомство с сегодняшнего дня. Добрый вечер, вы в эфире. Извините, что долго продержали вас на линии. Говорите. Добрый вечер, меня зовут Николай. Я сам водитель на мигалке. Вы откуда? Из Москвы. Отлично. Что я хочу сказать. Вообще, во-первых, я как сам водитель, работаю с мигалкой. Да, я против мигалок. Я против мигалок. Почему? Объясняю. То есть, как бы премьер и президент, да, это как положено. Другие лица на самом деле, на самом деле, пользуются мигалками в своих служебных целях. Первый момент такой. Вот Совет Федерации возьмем, да? Там 90% бизнесмен. Они работают в Совете Федерации от регионов. От каждого региона по два человека. От губернатора и от председателя ЗАГС Собрания. Это мы знаем. Вот. И, как бы, или председатель ЗАГС Собрания, или губернатор продают своим людям за деньги. Машины. То есть, машины оформляются у них в Госдуме. Вот, допустим, в регионе в Думе оформляются. А ездит она в Москве. Поэтому в Москве столько машин с мигалками. Со спецнумерами. Потому что они не в регионах. Они находятся все в Москве. Но они дублируются. И там, и там они ездят. А разве Совет Федерации есть в мигалке? Какое-то властное ведомство представляете, да? Конечно. Нет, я могу сказать. Я думаю, что у дам спикер. Видите, спикер и буквально, и все. 8 штук. Спасибо огромное за звонок. Вот, кстати, вот вторая сторона обратная, казалось бы. Люди должны защищать, ну, там, некая часть мундира, там, коллеги по цеху. Отнюдь. Я хочу... Вот тут смс-сообщение валится. Просто предлагают 5 миллионов штрафа из Ростовской области за пользование мигалкой. Ну, видимо, незаконное пользование. Есть из Рязани интересное сообщение по поводу того, что пишут, что вообще хамство на дорогах России провоцируют московские водители. И, ну, я понимаю, что это на грани фола. Но, может быть, это не лишено здравого смысла. Нет, тема хамства на дорогах вообще, наверное, она первоочередная. Предложение телезрителя. Давайте всем москвичам дадим мигалки и разрешим им ездить всем с мигалками. Тогда вопрос будет снят автоматически. Ну, это какой-то шовинизм региональный. А проблема хамства действительно есть. Вот я пытался, отвечая на какой-то из вопросов, этот пример привести. Например, Каширское шоссе, Варшавское шоссе, Ярославка, Дмитровка. То есть шоссе, которое постоянно в пробках, там не ездят мигалки. Потому что мигалки в основном ездят, ну, понятно, Кутузовский, Минка, Рублевка. Дмитровка, Ленинградка. Очень редко по Каширке, по Варшавке, да, хотя они самые загруженные. И проблема здесь комплексная. Проблема транспортная, проблема москвы в целом, да, то есть пробки. Потому что что раздражает водителя? Не столько хамства мигалки. Это нормально, наверное, если я несколько часов стою в пробке и кто-то мимо проносится. Это, слушайте, человек, это определенное недовольство того, что кто-то проехал быстрее, а я тут... Ну, это человека раздражает, конечно. Но в пробках стоят не только, но в Кутузовском, и здесь тоже надо понимать. И второй момент, хамство на дорогах. Я внимательно слушаю. То, как хамят машины там, посмотрите. Ну, кто ездит за рулем, знает. Дорогие джипы. Без всяких мигалок, без всяких спецномеров, и за рулем там далеко не чиновники. А ведут себя гораздо хуже, зачастую гораздо наглее. Им очень хочется мигалку. Вот если бы у вас была мигалка, вы, наверное, так, предложили или сказали, есть возможность выделить, отказались бы? Я думаю, да. Вот я не готов себе ответить на этот вопрос. Нет, я бы отказался, но говорю, потому что я езжу без мигалок, я везде успеваю, да. И я не чувствую, что я чего-то лишён, и что вот мне бы это сильно помогло. Да, то есть я успеваю. Вот, Игорь Ильич, давайте на личности вот в рамках нашего круглого чудного стола перейдём. Вот вы себя представляли в роли водителя, там, пассажира машины с мигалкой. И мне просто интересно, что чувствует человек. Ну, наверное, он хорошо себя чувствует. Я вот сейчас пытаюсь ситуацию примерить на себе, но что-то не получается. Хотя, наверное, хочется где-то в глубине души. Вот у вас, вы с этим сталкиваетесь, как вот я уже говорил, по работе, и, в общем, не с самой лицеприятной стороны. Давайте всё-таки начнём с экономики, да. Хочется. А почему хочется? Да потому что выгодно. Почему? Потому что если у вас будет мигалка, вас не будут останавливать, не будут штрафовать, понимаете. И вы каждый день сэкономите уйму денег. Потому что если у вас не будет мигалки и будет дорогой джип, тогда есть большая вероятность, что тот, кто пожелает из сотрудников ГИБДД нажиться, он вас остановит и всегда найдёт чему придраться. Потому что наши правила дорожного движения – это сплошной капкан, и не нарушать их практически невозможно. Разметка не соответствует знакам, скоростной режим не соответствует размерке и так далее, понимаете. Поэтому капкан сплошной лежит на дороге, только пользуйся чиновник ДПС. Ох, хочется мигалку, у нас есть звонок из Олимпийской столицы 2014 года, причём, насколько я понимаю, девушка звонит. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, очень хочется сказать, что хамство на дорогах исходит в основном от власти вущих. Абсолютно верно. И от представителей тех именно властей, которые должны следить за дорогой. Они создали эту проблему. То, что у нас происходит на дорогах, они у нас могут ехать под знаки, под кирпичи, без сигналов, без включённых световых и звуковых сигналов. Едут частные лица, а все остальные, те, кто просто автолюбители, без знакомства, должны ехать по знакам. Так у вас там объехать негде. У вас в Сочи стоит наглухо, пока строят вот эти вот федеральные развязки. Там же и рад объехать, да негде. Я не понимаю, как они там протискиваются. Есть у нас места, где одностороннее движение, и все по правилам ездят нормально, и при этом ездят через по три кирпича, могут ехать машины на хороших дорогих машинах. Видно, что внутри сидит либо власть имущий, либо представитель органов. Инвесторы по строительству олимпийских объектов, это теперь называется. Спасибо, что позвонили. Я, если можно, скажу. Неэффективность лужковской власти создала проблемы с движением, с которыми бедный Собянин пытается расхлебаться сейчас, понимаете? И вот это хамство на дорогах, это всё связано с тем, что огромный коллапс создали наши чиновники, в том числе и представитель Московской городской думы. Потому что это представитель лужковской власти. Ну, я только за то, что, во-первых, Кирилл к нам пришёл, и только за то, что он есть без мигалки. По поводу козлов-синеведёрочников я могу поспорить, хотя вот вы вроде согласны с этим утверждением. Ну, не в такой категоричной форме. Наверное. Гражданское общество мы должны строить, и гражданскую инициативу поощрять должны. Но самодеятельность я не люблю. Понятно. Ну, их сейчас... Я даже знаю, что разнарядка была в магазинах запретить продавать синие ведёрки. Бедные дети. Вот, давайте продолжим. Тут полно смс-ок. Я думаю, что мы в конце. Там останется минут 5-7. У нас так немного времени остаётся до конца. Я просто блицом зачитаю, если успеем ответить. Вот, продолжая разговор по поводу лиц, которые пользуются машинами со спецсредствами, ну, вот, проблесковыми маячками, и которые создают дорожно-транспортные происшествия. Вот мы говорим о том, что кого выделить, кому не выделить. Мы говорили о том, что ведомства там владеют законно-незаконно, нужно им это или не нужно. Но когда машина с синим маячком попадает в аварию, за рулём находится водитель, чиновник находится на пассажирском там или заднем сидении. Вот объясните мне, ну, наверное, может быть, простую вещь, очевидную для кого-то, но и для меня чисточеловечески, как выходить из этой ситуации, водитель, который движим командами, я так понимаю, начальника, поехали по встречной, попробуй перечить, выгонят с работы, прямо завтра. Он попадает в аварию, калечится или, не дай бог, гибнет человек, человек вызывает вторую машину, правильно понимаю, высадится и уезжает. Спасибо, вот родственники жертв на Ленинском проспекте дождались только сейчас. Не спасибо, извините, извините, и там материальную помощь дождались только сейчас. Но пока ещё нет материальной помощи, пока есть обещания. Вот проблема такая же на Рублёво-Успенском шоссе месячной давности. Сейчас мы ответим на звонок, и опять женщина у нас активизируется. Спасибо, что звоните, вы в эфире, мы вас слушаем. Звонок сорвался, тогда продолжим. Вот о нравственных каких-то аспектах использования спецсредств. Ну, опять же, надо, наверное, спрашивать у тех, кто их использует, и что они при этом чувствуют. То есть мне, например, сложно сказать, что бы чувствовал я, если бы, вот бы и так далее. То есть это вот из области какой-то каких-то фантазий. Я вам скажу, что у нас сейчас пошла инициатива того, что ставят видеокамеры у сотрудников ГИБДД, которые на машине работают на трассе. И видеонаблюдение фиксируют эти. Поэтому те чиновники, которые обладают спецсигналом, было бы тоже неплохо поставить видеокамеру. Почему? Потому что если он дал команду водителю нарушать правила дорожного движения, значит, соучастник, значит, должен отвечать в соответствии с уголовным кодексом, как соучастник. Понимаете? Поэтому вот и весь выход из положения, как мне кажется. Ну, согласятся ли они с вами? Вот вопрос. Давайте так. Вот все вот эти вот поправки в законодательство, о которых вы говорили выше, есть какая-то надежда на то, что они вступят в силу, будут приняты, или хотя бы их учтут при принятии каких-то там новых редакций? Полгода мы говорили в Государственной Думе о поправках в статью 264, которая за деньги позволяет уйти от ответственности. Ведь у нас есть какая возможность любому человеку с деньгами обладать мигалкой, да? То есть он может в милиции заключить договор на сопровождение, его будут сопровождать за деньги... Это вот то, о чем мы говорили. Да, да, да. И пожалуйста, и все удовольствия. То есть деньги, наличие денег, разделение общества по материальному признаку. За деньги можно задавить, убить двух человек и уйти от ответственности. Поэтому вот сейчас комитет по безопасности принял это к сведению, и сейчас уже начались разговоры о том, что будут изменения в статью 264. Поэтому как бы под давлением общества, и несмотря на то, что вот синие ведерки, конечно, дилетанты, конечно, не профессионалы, которым отношение... Но они искренние. Да, но они искренние. Они искренние, поэтому сколько сочувствия к ним. Их давление имеет определенное воздействие. Поэтому если мы еще расшифруем вот это неотложное служебное задание, если мы еще поправим вот эти вот небольшие запятые в нашем законе, то у нас будет совершенно другое отношение к мигалкам и совершенно другое расследование уголовных дел. У нас звонок из Волгограда. Добрый вечер, вы в эфире говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня произошел такой инцидент, я вас прекрасно вижу. Я сбил бабушку не на пешеходном переходе. Я не был пьян, я был трезв. Но рядом с пешеходным. 15 метров от пешеходного. Да, не на пешеходном пешеходном. Понимаете, мне дали 264 статью, часть вторая. Три года лишения прав и три года условно. Повезло. Хотя бабушка перебегала во второй ряд. Понимаете, в чем дело? И я заплатил 150 тысяч морального вреда. Вот как вы сейчас... А вы были... А был ли превышен скоростной? Да, да, да. То есть там очень много условий. Здесь много нюансов. Это уголовное дело. Человека признали виновным. Естественно, собрали доказательства. Естественно, у него было право на защиту. Естественно, был адвокат. Естественно, из этого ничего не получилось. Поэтому сейчас огульно сказать, что следствие было неверно. Неверно сделали вывод, потому что человек не погиб. Это дело не прекратилось на стадии расследования. Понимаете? Поэтому как бы вот в деле состязательность это основа. И когда нет состязательности, вот почему по делам о погибших нет состязательности? Потому что человек погиб, ему не положен адвокат. И как следствие никто не собирает доказательства, кроме следователя. И это опасно. Но когда человек жив, и ему предоставлено право юридической помощи, и есть состязательность, вот тогда у него всегда есть шанс. Европейский суд, Конституционный, Верховный и так далее. Поэтому, конечно, одна сторона, это всегда хорошо. Но есть и вторая. Если мы сейчас послушаем следователя, будет абсолютно противоположная картина. Поэтому выводы делать, я думаю, что... Обычно часто говорят, что два юриста вообще три мнения. Ну это да. Вот очень много смс-сообщений, ну в общем, они не отличаются особым разнообразием. Это не приходит и приходит. Очень многие говорят о том, что все-таки запретить мигалки. И, видимо, все-таки как раз в ключе того, что на дорогах гибнут люди. Неверно. Понимаете, глупость всегда кидается в крайности. То есть запретить, неверное слово, сократить. Понимаете, кардинально сократить, абсолютно согласен. Согласен, да, то есть Росалкоголь, Роспатент, Миноборна Украина. Нет, сокращать, да, мы об этом уже говорили. Да, ну куда? Да, но думаю, что если мы сократим мигалки, люди от этого перестанут гибнуть дороже транспортных происшествий, тоже, конечно, заблуждение. Потому что я думаю, что это сотые, сотые тысячные процента. Но они всегда становятся... Они действительно, ну их интересно обсуждать, обсуждать, накручивать в блогах, в сообществах. Дело не в интересах, это самый большой раздражитель. Это тряпка краснее, чем все остальные. Ну, на самом деле, ежедневно, ну сотни, там десятки, наверное, тысяч гибн по стране, я имею в виду. Вот у нас есть звонок, я думаю, что у нас не так много времени... 30 тысяч ежегодно. ...до эфира, да. Я тоже готовил статистику, читал. Добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер. Добрый. У меня тут по детям, который в Казани. У меня небольшая ремарка по поводу хамства на дорогах. Лет 12 назад я первый раз приехал на машине в Казани. В Москву? Да, в Москву, на машине имеется в виду, именно за рулем. Там приехал на неделю в командировку. И я был в шоке после движения в Казани, как я перемещался по Москве. В шоке от того, что там я мог свободно поехать. В принципе, не зная и город, и же им номерами. Может, от этого зависит. Меня пропускали. Не первый, второй, так третий. А вопрос, простите, вопрос у вас какой? У нас очень немного времени в эфире осталось. Это даже не вопрос, а скорее ремарка, хотел сказать. Алло. Ну, спасибо тогда, что позвонили. Проблема-то в том, что многие, кто, говорят, понаехали, понаоставались. Вот как раз те, кто понаоставались и понаехали. И создают видимость того, что московские водители самые хамские водители в России. Я не всегда с этим мнением согласен. Это человеческий фактор и ничего более. Давайте вот, как пытаемся закруглить беседу. Мигалки – это зло или все-таки это вынужденная необходимость для определенного круга организаций? Вот буквально одним словом, одним предложением. Ну, второе, конечно, я об этом уже и говорил. Это вынужденная необходимость, необходимая мера при условии того трафика, который на сегодняшний день у нас есть. Другое дело, что надо искать альтернативные пути, чтобы они не мешали водителям. Например, сейчас вот программа отдельных полос для общественного транспорта. Такси по этим же полосам планируется пустить. Вот, может быть, и мигалки. Тогда они, опять же, не будут ехать по токе, не будут требовать уступить им дорогу. Они будут ехать по выделенным линиям, не вызывая такого, может быть, раздражения где-то. Да, опять же, и последнее, конечно, ограничить утро, вечер на работу с работой. Это не случайно необходимость, а этот, а этот, а эта работа. Спасибо. Ваше мнение очень коротко. Такое количество мигалок, как сейчас, это, безусловно, зло. Такая вседозволенность, которая есть сегодня для мигалок, это, безусловно, зло. Поэтому, конечно, кардинальный вопрос, это, во-первых, законодательное регулирование, ответственность жесткая, убрать вот это слово безнаказанность полная, понимаете, и, естественно, кардинально сократить количество. Почему? Потому что сегодня процент дорожно-транспортных происшествий с участием в ИП-персон кардинально вырос, и это в основном. Простет, и мы все это видим. Дорогие друзья, сегодня мы в эфире говорили о машинах со спецсигналами, проблесковых маячках, которые, ну, наверное, как-то иногда портят нам жизнь на дорогах. Гостями в эфире был адвокат Игорь Трунов, спасибо, что пришли. И сам муж, это человек, наверное, в Мосгордуме, Кирилл Щитов, спасибо большое. Спасибо. Завтра с вами мы поговорим о, скажем так, автомобильных участниках такой, в общем, довольно популярной сейчас игры «Ночной дозор». Хорошо это или плохо, мешает это движению или нет. Я думаю, что у каждого из наших гостей будет свое мнение, и ваше мнение мы тоже учтем. А сегодня вот мы постарались довольно тяжелую тему, я думаю, которую не раз будем возвращаться, обсудить. На этом мы прощаемся с вами. Смотрите нас на канале Автоплюс, программа «Попутчик». С вами был Александр Добин. До свидания. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин